Дорожное движение Крутили, вертели. Нравилось. И своего будущего мужа Ольга тоже встретила в троллейбусном парке. Познакомились во время рабочего процесса. Сергей помог устранить неполадки в машине. Вылетели штанги. Слетел у меня башмак, будем так говорить, головка только приемника. Ну это опять же тоже не женская работа. Он подошел, помог, закрепил, подкрутил. И на следующий день здравствуй, на следующий день, через день, цветочек, конфетку, шоколадку. И вот уже 24 года они вместе. За это время супруги сменили несколько городов и мест работы. Из родной Уфы сначала переехали в Санкт-Петербург, потом в Москву. Но в итоге отдали предпочтение уютному городу Видное, в котором купили квартиру и стали водителями местного общественного транспорта. Город видный, очень хороший городок. Он спокойный, тихий, маленький такой, как сказать. Ну, не как вот мегаполис, там все какие-то чужие. А здесь, можно сказать, даже вот едет другая машина, например, она тебя может пропустить, ну не будет. А там тебя никогда никто не пропустит. А здесь, ну, добрые люди, хорошие. Супруги признаются, что работа на одном предприятии их только объединяет. Сергей всегда помогал Ольге и в воспитании детей, и в домашних делах. Ведь он, как никто другой, понимает трудности их общей профессии. Конечно, это не женская работа, мужская. Дома меньше времени уделяется детям, уделяется меньше времени домашним делам. В Витновском троллейбусном парке семья Дзюба – не единственная супружеская пара, работающая вместе. Наш коллектив вообще очень маленький, очень семейный. У нас достаточно семейных пар, и не обязательно только водителей троллейбусов. Мы приветствуем, когда в коллективе работают семейные пары. Во-первых, люди близки по интересам друг к другу. Во-вторых, мы уже знаем, что они дышат в одном направлении, они благополучные, мы заботимся о них. Ольга и Сергей опровергают стереотип, что, занимаясь одним делом, супруги устают друг от друга. Да и рабочие графики их устроены так, что свободное время они проводят вместе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНТВ.